Всем привет! Вы смотрите проект «Счастливый город» и я, его ведущий, Вячеслав Морозов. Не поверите, но чтобы создать свой собственный театр, в первую очередь нужна мечта. Как, несмотря на все трудности воплотить эту мечту в жизнь, поговорим сегодня с художественным руководителем театра теней «Шэдоу Лап» Аллой Слеповой. Алла, добрый день! Здравствуйте! Алла, расскажите, пожалуйста, как появилась идея создать театр теней? Я хореограф, с 19 лет работаю по профессии с детьми и со взрослыми. И однажды появилась идея сделать свой шоу-балет, чтобы как-то развиваться немножко на другом уровне и работать, зарабатывать и, соответственно, как-то обеспечивать и продолжать развитие нашего балета. В балете у меня были гимнастки. Мы с гимнастками однажды выступали на мероприятии очень крупной компании. И режиссер мероприятия, мы с ней в хороших отношениях дружеских были, она говорит, ну когда уже кто-нибудь сделает театр теней? И я говорю, ну давай мы сделаем. Расскажите, пожалуйста, а есть в Москве или в России подобные студии? Именно студий я не знаю. В Москве точно нет. Есть в Москве профессиональный театр теней на Измайловском бульваре. Все его знают. Он Московский государственный театр теней. Так и называется. Там немножко другая техника. Они работают с куклами. Это профессиональные актеры-кукольники. То, чем мы занимаемся, это совсем другое. Мы делаем именно из тел артистов фигуры. То есть все артисты, которые у меня работают, они профессиональные танцовщики или гимнасты. Соответственно, сделать различные акробатические элементы, подползти, подпрыгнуть и встать в фигуру. Или какое-то архитектурное сооружение. Это все мы делаем из собственных тел. И помогают нам какие-то трафареты, которые мы сами либо делаем, либо заказываем. Помогают эти трафареты как-то дополнить и сделать эту фигуру более четкой и узнаваемой. С этим проектом вы участвовали в конкурсе «Лица района». Расскажите, пожалуйста, об этом. Это, конечно, очень классная история для всех, кто ищет единомышленников. И все, кто хочет как-то себя проявить, поучаствовать в конкурсе в любом каком-то городском. «Лица района» – это самая, мне кажется, такая благодатная история для любого. Потому что там – это настоящая семья. Ты приходишь на этот конкурс и со всех сторон, начиная с кураторов, заканчивая директором. И всей огромной командой организаторов, которую я не знаю, как они подобрались, это огромная семья, которые помогают во всем. В том числе у меня сейчас был концерт сольный, мы делали в концертном зале «Астахова». И нам помогли именно с лиц района, потому что и в концертном зале «Астахова» – это один из участников конкурса. То есть, понимаете, это такое сообщество, когда мы можем просто буквально одним звонком создать очень интересное действие и помочь друг другу. Очень много мастер-классов мы сделали для того, чтобы каким-то образом приблизить людей к нашему искусству. Люди, которые приходили к нам на мастер-классы, тяжеловато сначала шли, мы не могли их к себе завлечь. Да, потому что они думали, что такое театр, какая-то детская игра, какие-то детские развлечения. Но все уходили с большим восторгом. Мы делали путешествия по миру на поездах, на автомобилях, приезжали, приплывали, прилетали в разные страны и показывали узнаваемые достопримечательности. И это делали все непрофессионалы, ребята, которые к нам приходили. В основном это люди старшего возраста, то есть уже после 18-ти. В том числе и участники проекта «Лица района» и участники разных коллективов Пресненского района, ну и ЦАО, и по городу Москве в школах мы тоже делали, в разных школах районов. Вообще, вот чтобы поставить номер или спектакль, насколько это сложно энергозатратно и в техническом плане, и просто в человеческом? Сложно, потому что, во-первых, чтобы сделать какую-либо фигуру, это не каждый обычный человек может. Это мы сейчас уже можем сказать, да, показать непрофессионалу, как мы делаем мастер-классы, как лучше, да, там поднять плечи, поднять руки, чтобы получилась фигура. А мы это делали методом тыка. Опять-таки, да, пилоблус – это единственный, наверное, самый профессиональный. После начали появляться германский, корейский, китайский театры. То есть мы смотрели, как они делают фигуры. Мы у них перенимали, переделывали немножко по-своему, делали собственные заходы, что-то в чистом виде, потому что это было гениально, использовали. И, конечно, сейчас нам в основном все просто. Но когда мы начинали, мы могли потратить всю репетицию, 3 часа, например, на то, чтобы сделать того же самого слона верблю, да. Верблюд до сих пор у нас спорные три версии, которые мы не выбрали окончательно. Или сделать храм, да, когда там из нескольких фрагментов состоит. То есть это очень трудно. И у некоторых там заклинивают шею, мышцы затекают. И они говорят, господи, мы стояли у станка 10 лет. Что это? Почему мы должны делать это? Почему это так трудно? Расскажите, а вот как вы выбираете темы для своих постановок? Каким образом это происходит? Это все на репетиции как-то? Или вы заранее продумываете? Мы можем все, и это правда. В театре «Тени» я не представляю, что нельзя сделать. Все можно, правда. И мы делали номера по истории развития разных компаний. В прошлом году мы с ребятами собрались и решили сделать сказку «Алиса в стране чудес». И мы ее сделали в прошлом году. Мы в театре Высоцкого на Таганке арендовали зал и пригласили зрителей. Ощастливили людей. Ощастливили людей. Мы стали на шаг увереннее, да, вот, то есть на ступеньку поднялись, потому что мы понимаем, что мы это можем, и что людям это интересно, и что люди нам писали и спрашивали, а когда еще будет сказка. Мы хотим сделать сольный концерт. Это прям наша мечта. Возможно, даже с популярными артистами это было бы великолепно. А какие еще активности у Вас реализуются в рамках Вашего проекта? Ну, интерактивы. Мы можем приехать, например, с мастер-классом и показать его. Вот в Сколково нас недавно приглашали. Мы приехали, показали немножко выступления, дальше приглашали деток к себе за экран и делали с ними простые основные фигуры, в которые впишутся дети. Велосипед, автобус, катер, лодка, да, чтобы они там, уточки. И дети все это с огромным удовольствием все принимали участие. Даже родители потом начали принимать участие в нашей активности. Вот это, наверное, самое такое, что можно везде использовать, и в школах, и в университетах, на любых праздниках каких-то. Потому что это всегда в диковинку. Могут быть разные темы, да, вот это была такая широкая тема, а темы могут быть разные. Какие-то, например, по сказкам Пушкина, да, или если это какой-то научный проект, хочется привлечь детей к какому-то направлению, которому у них не так много интереса, там скучно, да, как вот уроки химии, да, опыт показал, ага, интересно, как это там. Вот то же самое можно сделать на других уроках, продумать вместе с педагогами, и это можно делать очень интересно, поучительно, полезно и интересно. А сколько человек в труппе? Десять человек. Десять человек. Десять человек. Получается, два раза в неделю вы встречаетесь? Да, да, мы сделали сейчас программу на час, вот, благодаря тому, что мы регулярно вместе. То есть, получается, вы уже доросли, и вы создали программу часовую, которая уже готовый, как бы, продукт, и можно выступать на различных площадках. И эти площадки, они какие-то постоянные, или вы всегда ищете в поиске? К сожалению, у нас нет своего театра, мы, конечно, очень об этом мечтаем, и к этому мы идем. Моя мечта, чтобы у нас была труппа, пускай это будет антрепризный театр, чтобы они выступали, ну, как все нормальные люди, чтобы понимали, какую-то стабильность чувствовали, и какую-то опору, да, что это не просто так художественная самодеятельность, которая уже давно не художественная самодеятельность, а, ну, это тоже одна из работ. Ну, это здорово, знаете, когда люди занимаются тем, чем нравится, может быть, там, в каких-то материальных ценностях, и в плане, там, денег они пока этого не получают, но начало творческое, и очень интересные затеи и задумки я сам всегда поддерживал, и поддерживаю тоже, как артист, актер. И желаю вашему театру теней всегда находиться на виду, продолжать развиваться, и чтобы мы все, кто здесь есть, и все зрители, которые нас видели, обязательно к вам сходили. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.